Далеко не секрет, что большинство жителей Земли находят правильным проводить свой досуг, играя в разнообразные игры. И многие из этих людей отдают предпочтение компьютерным. К тому же большинство настольных игр, таких как шахматы, логические, спортивные, давно перекочевали на мониторы компьютеров. Сегодня в режиме реального времени можно играть с людьми из любого уголка земного шара. Кстати, психологи отмечают, что взрослые люди более азартны, чем подростки, когда дело касается компьютерных игр. Моё почтение всем любителям игровой индустрии. Сегодня я хотел рассказать вам про игру зомби против растений. А получилось так, что расскажу о том, как приготовить яичницу на завтрак. И всё это благодаря моей маме, которой про игру зомби против растений я рассказал первую. Да, мама? Что, сынок? Тебе не кажется странным, что я готовлю, а ты играешь? Нет, Серёжа, тебе давно уже пора повзрослеть. Ну что ж, завтрак, так завтрак. Сынок, тут в игре есть зелёный горох и есть синий. Чем они отличаются, я не пойму. Мама, это не горох, а горохострел. Суть игры заключается в том, чтобы с помощью таких вот горохострелов защитить свой дом от нападения зомби. Строишь их, отбиваешься от врагов и спасаешь хижину. Зелёный горохомёт стреляет обычными снарядами, а синий при этом может ещё и замедлять врагов. Сынок, ну я никак не могу построить больше одного горохострела. Потому что тебе не хватает энергии. Чтобы было больше энергии, необходимо строить так называемые подсолнухи. Они вырабатывают солнечный свет, за счёт чего ты сможешь построить больше защитников для своей территории. Кстати, интересный факт. Зомби против растений по типу очень похожи на игры, выходящие специально для айфонов. Жанр игр, подобных зомби против растений, называется Tower Defense. Однако, первая версия игры вышла как раз на обычный компьютер, ещё в 2009 году. Мне стало скучно делать одно и то же. Чтобы ты не скучала, в игре предусмотрено несколько режимов. Один из них – мини-игры. По одной ты сможешь сбивать орехами зомби, как в боулинге. По другой – разбивать кучу вас, в которых прячутся наши старые друзья – поедатели мозгов. Кстати, о поедателях. Завтрак вроде бы готов. Кушайте яичницу. Играйте в зомби против растений.